МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на САХА24 в студии Юлия Великодная. Газпром и китайская корпорация определили условия поставок газа с Дальнего Востока в КНР. Документ определяет объемы, сроки, период наращивания объемов, пункт пересечения границы. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга, передает ТАСС. Поставки российского газа под турбопроводу Сила Сибири в Китай начнутся в декабре 2019 года. Стороны намерены выйти на подписание контракта в следующем году. Жесткий антикоррупционный контроль будет проводиться в отношении муниципалитетов Якутии. Новые положения в законодательстве республики по реализации государственной политики страны в области противодействия коррупции обсудили на заседании Совета при МСУ. По данным администрации главы, за 4 месяца этого года было уволено более 900 чиновников за нарушения в области противодействия коррупции. Отметим, что со следующего года появится реестр лиц, уволенных при утрате доверия. Вы все знаете, что раннюю проверку в отношении муниципалитетов проводила только прокуратура на районном уровне, которая в основном попроверяла техническую сторону на соответствие заполнения документов. Одными в связи с введенными изменениями в федеральном законодательстве он будет проверять лично глава республики через управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Численность оленей в арктических районах республики составляет 160 тысяч голов. Только в течение этого года прибавилось порядка 4 тысяч. Об этом сегодня сообщили на заседании Координационного арктического совета. В горно-таежной зоне и Нижнеколымском районе активизировались волки. Так, главам администрации поручено вести мониторинг передвижения хищникам, принимать оперативные меры с привлечением средств субвенции. Напомним, что по данным Минохраны природы добыто 750 волков, в том числе с использованием авиации. За 2017 год по отрасли огневодства у нас предусмотрение государственной поддержки все-таки увеличилось. Это помощь, наверное, в том, что мы применили в этом году все-таки новую методику господдержки огневодческого хозяйства. Это на поголовье дается, соответственно. И мы на 2017 год на 230 миллионов рублей предусмотрели государственную поддержку. Всего-то составило 866 миллионов рублей. Перевозить груз по железной дороге станет дешевле. Тарифы снизятся с 1 января. Каждый вид груза будет рассчитываться индивидуально, но в среднем в Якутии ожидается уменьшение цен на 75%. 12 декабря Дмитрий Медведев поручил установить сниженные тарифы, сборы и надбавки на перевозку грузов РЖД с использованием инфраструктуры железных дорог Якутии. Выпадающие доходы якутским железнодорожникам будут возмещать РЖД. Переход на новые тарифы продлится в течение трех месяцев, а с начала января в компании железной дороги Якутии заработает информационный центр. РЖД Хотелось бы действительно обратиться ко всем предпринимателям, чтобы пока особо не кидались в ОМОТ, не заключали некие договора, особенно с предприятиями, организациями из-за предела республики, потому что могут завести в заблуждение на наши предприятия и предложить такую уже дешевую услугу, которой не может быть на самом деле. То есть мы два-три месяца отработаем, покажем все, дадим информационную возможность, и тогда уже каждое предприятие, каждый индивидуальный предприниматель определится, либо он работает со старыми своими коллегами и предприятиями, которыми он на сегодняшний день не работает, либо выбирает новое логистическое предприятие. До начала нового учебного года осталось 9 месяцев. Предварительно в Якутске в следующем году в первый класс пойдут 5000 детей, тогда так как школу закончат 2000 выпускников. Мест снова не хватает. Эту проблему, а также строительство школ обсудили сегодня на круглом столе Общественной палаты республики. По мнению участников встречи, в числе которых директора школ, родители и представители ответственных ведомств, проблему нужно решать в ближайшей перспективе. В 2018 году оставшиеся 3000 первоклассников, возможно, будут учиться в арендованном в центре города помещении. Этот вариант поддержан всеми участниками и будет решен до начала нового учебного года. В настоящее время в городе Якутске строится одновременно 5 школ. Это 6-я школа, 25-я, Ай-Кагата, международная арктическая школа и школа номер 35. В следующем году мы планируем начать, завершить строительство школ в рамках государственного частного партнерства. Это Ай-Кагата, 6-я и 25-я школа. И, конечно, планируем завершить строительство 35-й школы. Сегодня городской округ Якутска подвел итоги года добра. Напомним, 2017-й уходящий год юбилейный. Городу исполнилось 385 лет. В год добра жители Якутска в едином порыве приняли участие в форуме неравнодушных горожан с участием трудовых коллективов, предприятий и организацией общественников и бизнес-сообщества. Проведено порядка 250 мероприятий, благотворительных и социальных акций. Лауреатами года добра в номинации «Якутск. Город возможностей» стали развлекательный центр для всей семьи «Мандарин», кинотеатр «Синема-центр» и национальный центр экскурсий «Территория Север». Проект называется «Виртуальная реконструкция исторического пространства города Якутска». Город Якутск – древний город, город, в котором очень много исторических слоев. И вот тот исторический слой, который мы изучаем и в данном проекте реализовали, это информационный слой, как же выглядел наш город Якутск в разные эпохи. Как он выглядел, например, в 1685 году, когда была построена крепость и Кремль. По всей России стартовала ежегодная благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз». В Якутске на праздничный рейд сотрудниками правоохранительных органов вышла наша съемочная группа. Спасибо, полиция Якутска! Сегодня якутские полицейские Деды Морозы вместе с инспекторами ПДН ездят по городу к своим подопечным семьям и дарят подарки детям. Мы сейчас едем в семье многодетной, четверо детей поздравить, подарки дарить. А сколько лет вы Дедом Морозом работаете в полиции? Я в полиции Дедом Морозом работаю уже пятый год. Тук-тук! Кто дома есть? Ну, я вас слушаю, Дедушка Мороз. В лесу родилась селочка, в лесу она росла. Это странная, в лесу она была... Метели. Метели песенки под елочкой. Ай! Ну все. Очень хорошо, браво! Пожалуйста! Организатором праздничной акции стало Министерство внутренних дел. И сегодня в торжественной обстановке министр внутренних дел Владимир Прокопенко дал старт акции в Якутии. Каждый ребенок мечтает получить перед Новым годом свой подарок, но не все дети воспитываются благополучной семьей. Наша забота все-таки для ребят сделать новогодний праздник с Дедом Морозом, со Снегурочкой, подарить подарки и увидеть их в глазах вспышку радости и благодарности за то, что для них делают. Дарить детям праздник – это благородная миссия. И сегодня сотрудники городской полиции, переодевшись с Дедов Морозов и Снегурочек, ездят по адресам и поздравляют детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К 200-летию пожарной охраны Якутии приурочились соревнования противопожарных формирований в Олегминском районе. Восемь команд оспаривали звания лучшей по подготовке. Примечательно, что в этом году внимание уделили и юношеским клубам, проведя первые районные соревнования среди них. Проводя большие соревнования пожарных подразделений Олегминского района, кстати, уже пятые, организаторы учли еще один аспект – растет количество юношеских противопожарных клубов и включили их участниками. Так свои силы проверили семь юношеских клубов района. Нормативы свои, свои показатели, кстати, отличные, по мнению самых взыскательных судей, взрослых, имеющих большую практику. Для того, чтобы успешно пройти все этапы, молодежи уже надо было иметь не только отличную спортивную подготовку, но и твердые практические навыки. Впервые вышли на соревнования молодой клуб «Феникс». Организован он недавно, тем не менее, ребята настроены серьезно. А Данил уверен, все это пригодится ему при поступлении. Конечно, тренировки занимают определенное время, но результат налицо. Эти мальчишки не только физически подтянуты, они умеют работать в команде и быстро ориентироваться в ситуации. Ценные навыки в любой профессии. Клубы, которые были представлены здесь на соревнованиях, они помимо практических занятий получают теоретические занятия. Это команды со школ и районного детского центра. К этому часу у нас все новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова